Учителя, преподаватели, наставники. Эти люди прошли через жизнь каждого из нас. Они очень разные, добрые и не очень, переживающие из-за учеников и равнодушные, серьезные и с отличным чувством юмора. А бывают еще учителя сказочные, маги и ведьмы, преподающие в различных волшебных школах. Именно такими, абсолютно разными, они предстают перед нами на страницах книг. Библиотека номер 18 Северного округа представляет обзор книг учителя на страницах волшебных книг. Что делать, если ничего не ладится? С уроками полный караул и все просто валится из рук. Адаму несогласки повезло. Родители отдали его в настоящую академию волшебства. Она ничьям не походит на обычную школу или гимназию. Впрочем, и директор ее, непредсказуемый и непостижимый панк Лякса, совсем не похож на обычного учителя. Эта школа для юных волшебников находится в одном из небольших городков в самом конце улицы со вкусным названием «Шоколадная». Здание этого почтенного учебного заведения было заметным. Четырехэтажная каменица из разноцветного кирпича, которая располагалась посреди огромного парка, пересеченного оврагами, ямами, канавами и огорожена высокой каменной стеной. С одной стороны, ограда была самой обыкновенной и выходила на улицу. Но с другой, это была стена с множеством волшебных дверей, ведущими самые разные сказки. Ключи от них панк Лякса хранил в особой серебряной шкатулке. Внутри помещение школы было на первый взгляд совсем обыкновенным. На первом этаже находились классы, на втором – столовая и спальня. На третьем жил сам пан-директор Амброджи Клякса со своим верным другом, говорящим воронам-матюшем. А на четвертом располагались самые важные тайны панок Ляксы. Вход на третий этаж, а тем более на четвертый, был недоступен, туда попросту не вело ни одной лестницы. И сам пан Клякса лазал туда через трубу. Академия панок Ляксы – мужская школа, где одновременно обучалось 24 мальчика. Причем их имена начинались только исключительно на букву А. А. Адам, Александр, Альберт, Альфред, Анджей, Артур, ну и так далее. Это все потому, что пану Кляксе очень не хотелось засорять себе голову такими странными ненадобностями, как все остальные буквы алфавита. Режим дня в Академии соблюдался достаточно строго. Подъем начинался в пять утра, когда матюш открывал над кроватями шлюзы и холодная вода капала прямо на нас спящим мальчишкам. Не проснуться от такой капели было мудрено. После сна ребята приводили себя в порядок и ровно в половине шестого отправлялись на завтрак. А в шесть часов пан Клякса просматривал сонные зеркальца учеников. Самые лучшие сны пан Клякса высушивал, растирал в порошок и готовил особые таблетки, которые вечером раздавал шкалерам. По заверениям одного из учеников школы, а дамы несогласки, после таких таблеток сны мальчиков становились все лучше и ярче. Уроки в Академии пана Клякса начинались рано, в семь утра. Однако мальчики ходили на занятия с величайшим удовольствием. И было отчего. Ведь все занятия проводились в нетрадиционной форме. Сам пан Клякса говорил о занятиях так. У меня вам не придется заучивать таблицу умножения или правила грамматики. Я просто открою ваши головы и пролью туда свет. И свет действительно проливался. Вот, например, урок к лексописания. Большие белые листы бумаги пан Клякса нарочно пачкал чернилами и, согнув лист пополам, размазывал кляксы. Из клякс получались диковинные картины. Пан Клякса придумывал к ним веселые стихи, а школьники записывали их. Не менее интересны были и другие предметы программы. Буква вязания, лекарское дело. Здесь пан Клякса учил своих подопечных лечить больные вещи. В Академии география прекрасно сочеталась с физкультурой. Большой мяч превращался в глобус и, ударив по мячу, мальчики должны были точно назвать местность, куда угодил носок башмака. Крик стоял неимоверный, но, что удивительно, очень скоро даже самые отъявленные неучи осваивали предмет лучше, чем отличники в обычных школах. Самым активным и любопытным школьникам полагалась награда – веснушка. Пан Амброджи Клякса считал, что нет более замечательного украшения на мальчишечем носу, чем великолепная, жирная и яркая веснушка. Веснушки благотворно влияют на умственные способности и предохраняют от насморка, часто говорил он. Поэтому, когда кто-нибудь из учеников отличался на уроке, пан Клякса торжественно доставал из табакерки свежую, не бывшую еще в употреблении веснушку и налеплял на нос счастливчику со словами «Насею с честью, мой мальчик, никогда не снимай. Это величайшая награда, какую ты можешь получить в моей академии». Но однажды случилась беда. Бродобрей и поставщик веснушек Филипп, завидовавший пану Кляксе и ненавидевший Академию, обманом поместил в школу куклу. Да, самую настоящую куклу с электронным механизмом и ужасным вредным характером. Не стоит, наверное, перечислять, сколько бед натворила эта кукла. Скажем только, что из-за нее пан Клякса начал уменьшаться в размерах, сама Академия пришла в упадок. И наступил момент, когда стены Академии разрушились, а сам пан Амброджи Клякса превратился в обыкновенную пуговицу. Обыкновенную? Да нет, разумеется, это была самая, что ни на есть волшебная пуговица от шапки-невидимки знаменитого китайского мага доктора Пай Хиво. Проглотив ее, ворон-мать уж вернул себе настоящий облик и стал человеком. Что находится сейчас на месте славной Академии пана Кляксы, сказать трудно, но очевидно, что место это по-прежнему обладает совершенно особым, добрым и детским непосредственным волшебством. Оказывается, и в те времена, когда жили неандертальцы, уже были школы и учителя, правда необычные. В произведении Мальмузи «Неандертальский мальчик в школе и дома» описывается один год из жизни неандертальского мальчика, у которого 11 мам и 9 пап. Настоящий папа, большая рука, и еще 8, которых он звал дядями. Так же обстоит дело и с мамами. Одна настоящая, а остальные тети. Помимо описания жителей, так же описывается и местность, с которой они живут. И вот наступает учеба в школе. По окончанию учебного года дети получают копья. Длина копья зависит от того, как ты учился, то есть есть стимул стараться. Чему же учат в школе? Учат выживанию. Например, детей увели в лес и оставили от них, чтобы проверить, смогут или нет добраться обратно. Учат охоте, собирательству, а еще рисовать козочек на бересте. Этот урок называется магический рисунок. Также в книге описывается подготовка к весенним играм, на которые собираются все ближайшие племена и устраиваются соревнования, что-то похожее на наши олимпийские игры. Там были состязания. Скатиться с горы на бревне, кинуть дубинку в мишень, перепрыгнуть реку, используя шест, поднять и пронести камень на определенное расстояние, погладить медведя, убежать от тигра. И если в качестве тигра выступал отец неандертальчика, то медведь-то был настоящий. Знакомиться с персонажами и наблюдать за жизнью племени разными забавными ситуациями очень-очень интересно. А сейчас добро пожаловать в необыкновенную и знаменитую школу карандаша и самоделкина. Как можно пройти мимо книги, которая начинается с таких событий? Однажды в магазине игрушек чихнула коробка с карандашами. Другая ответила будь здоров. Из первой вылез карандаш, а из второй самоделкин. С их знакомства начались приключения. Карандаш умел рисовать картинки, которые оживали, а самоделкин мог собрать все на свете. Главный учитель карандаш и мастер на все руки самоделкин приглашают на уроки фантазии, смеха и необыкновенных путешествий. В этой школе учиться одно удовольствие, из отметок ставят только пятерки. На завтраки дают конфеты, а учителя – самые настоящие волшебники, которые с искренностью и беспечностью путешествуют по новому для себя миру людей, в котором им предстоит многому научиться. Не есть слишком много эскимо, воспитывать маленького мальчика, выучить правила дорожного движения, справиться с пиратами и шпионами, создавшими коалицию и спасать друг дружку от опасности. Но что не отнимешь у иногда наивных, а нередко и глупо поступающих персонажей, так это настоящую дружбу с искренностью, взаимовыручкой, поддержкой, добротой и полезной критикой. А в разноцветной школе доброго и веселого учителя так-така всегда царят радость и оживление. Здесь нет места скуки и лени, а все фантазии воплощаются в реальность. В ней учатся необычные ученики. Танцовщица-ленточка, умный-понимальчик, непоседливый попрыгун-мультик, морской волк-фок, мальчик-ушастик с оттопыренными ушами, которыми он умел шевелить, невоспитанный мальчик-ржавая пятка, который не любил мыть ноги на зло своей бабушке, многие-многие другие. А учитель так-так настоящий волшебник. Когда твой урок проходит под звездами у костра, с печеной картошкой и шипящей газировкой, получать знания так интересно. В такой необычной школе уроки, конечно же, тоже очень необычные. Так-так помогает своим ученикам слышать и слушать, понимать и чувствовать, любить и заботиться. Ученики каждый день решают сложные задачи. Что значит быть настоящим другом? Зачем нужно делиться? Кому принадлежит найденная вещь? Зачем нужно говорить правду? Герои сказки Акима, учитель так-так и его разноцветная школа осваивают самую важную в жизни науку – быть человеком. Повесть Эдуарда Успенского «Меховой интернат» о необыкновенной школе. В ней учатся бурундучок, бурундуковый боря, белка, цоки-цоки, волчонок, у стен летящий в облаках, тушканчик, каракусек, муравьед, бики-моки, ласка, фью, алый язычок, горностай, снежная королева, бобренок, сева, бобров и ежик и глоски. А учительница у них – добрая и рассудительная девочка-четвероклассница по имени Люся. Как же она стала директором? На улице наступила осень, и весь дачный поселок опустел. И только Люся с родителями не могли уехать, так как их грузовик задерживался. Люся пошла гулять по поселку и встретила Дира, и он предложил ей получить меховых интернатников. Самого Дира, значит директор, вообще-то зовут мех-мех, что значит меховой механик. И еще он барсук. Когда Люся зашла в класс, все встали на передние лапки. А Люся спросила, так надо? Дир дал ей получальник. Это такой журнал, куда ставились отметки интернатникам. Когда Люся начала первый урок, она спросила, что вы возьмете в гости. И все отвечали, капусту или кормовую брюкву. А фьюалка ответила, что книги. А потом пришел Дир и сказал перерыв. И все отправились играть в валилки. Так Люся стала учительницей в меховом интернате. Учебный процесс проходил примерно так. Склоняем дальше, согласился интернатник. Слово куда? Именительный куда? Родительный. Кого чего? Кого нет? Куды? Дательный. Кому дадим конфетку? Куде. Он просклонял эту куду до конца. Главы об интернатовских учебных буднях перемежаются межглавиями про настоящий класс Люси Брюкиной. Тоже весьма-весьма забавный. А вообще книга не лишена некоторой грустной философии. На самом деле интернатники – это дети сильной, прекрасной и доброй цивилизации разумных животных, живущих в Гималаях. Технически развитая цивилизация и большинство технологий мирные. Всякие там добродуши, устройства, которые Дир развесил вокруг интерната, делающие людей добрее. Забыванты – устройства, заставляющие людей забывать, что они видели. А чего стоят хендрики? Это волшебные семечки, продляющие жизнь и излечивающие от всех болезней. И в результате интернат привлек лишнее и опасное внимание. К добродушам потянулись озлобленные люди. В общем, в результате интернат пришлось эвакуировать, и сближение цивилизации не получилось. В конце Дир в письме высказался, что возможно, когда сменится пара поколений, разумные звери предпримут новую попытку сближения, и тогда люди будут более готовы принять их. В книге много замечательных иллюстраций, которые нарисовал великий художник, всю жизнь посвятивший веселым картинкам Виктор Александрович Чижиков. Красной нитью во всех представленных историях вьется понимание, что добро всегда побеждает зло, главное не бояться. Вранье всегда выходит на поверхность, и от него пользы-то нет. А волшебник – это любой человек, каждое создание, которое не чурается трудиться и делает свое дело с любовью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова